Доброго дня, привет всем, меня зовут Павло Пигура, это Виталий Сичак и мы сегодня будем отвечать на ваши вопросы. Отторж. Привет, у нас есть несколько традиционных вопросов. Первый и очень непонятный вопрос обычный, что вас вдохновило приехать на Иксфаз? Дзвонок. Да, нас запросили и мы подумали, что это будет хороший досвид для нас и хороший поштовх для творчества будущего. И не помылились. Отлично. А кто вас поддерживал из семьи? Как для вас было это решение вообще приехать? Найменше меня моя собачка поддерживает. Нет, на самом деле решение было принято довольно спонтанно и не было никакого какого-то фатального отношения для того, чтобы идти на Иксфактор или что-то на кшталт. Мы пошли с такой чистою совестью и легкими думками, а поддержали, все поддержали, все, кто не очень сильно относится. Мы боимся сейчас до Львова просто ехать. Да, у нас просто разорвать друзей на шматочки просто бажаючи з нами побути трохи. Я очень рад, насправді, что буду иметь такую возможность провести с ними час и подякувать и певным людям за те, что они все-таки поддерживали нас за эти четыре месяца. Вам уже передают приветы из Харькова. Супер Харьков привет. А ты как раз вообще в присутствии на Иксфакторе. Что вам это дало? С чем вы уезжаете? Как вы себя чувствуете? Не выключу. Мы едем... У меня может просто другая конференция. Мы едем додому с величезным светлом души. Воно, конечно, смешано с такими ценными эмоциями. Побутовыми. Побутовыми. То, что мы прощаемся на какой-то небольшой час с новыми друзьями, прощаемся с рабочим процессом, для которого мы так приятно и тепло привыкли. Вот так, как когда тебя позбавляют этого, то ты уже аж потом по факту начинаешь понимать, насколько это все было нужно и круто. Я думаю, что до меня эта думка прийде позже, а вона меня догнала в тысячу вечера просто. Но на самом деле все чудово. И шоу, проект дало очень много позитивного и хорошего. И с точки зрения музыки практически, и с точки зрения спілкувания с новыми людьми. И еще много-много позитивных, классных штуков. Из стандартных наших вопросов, вообще, вы очень круто играете, вы очень таланты. Спасибо. А где учились? Как учились музыканты? Так, я начну с себя. Я учился в студии, когда я был маленьким, все началось с студии Паральвивской консерватории. Я учился там по классу фортепиано, 9 лет. Потом поступил в Дублевское государственное музическое училище имени Станислава Литкевича. Привет всем. И Андрею Романовичу. Всем привет. Не забудьте. Школа на отделе теории музыки. Это не искренней вспомоги. Он был лучшим студентом. Я был лучшим из лучших. А сейчас я учился, я поступил на первый курс в Институт Рейна Вольда Льера Музики в Киеве. И сподіваюсь, они меня еще не выгнали. Я же смогу влитись в научный процесс наступного дюжня. То есть Х-фактор поставил под удар, возможно, образование? Зленько так, зленько. А как в консерваторе относился? Что ты поехал в Х-факторе? В Институте. Ну позитивно. У меня еще не было таких честных связей с людьми. Потому что я пробовал там месяц часу. Это первый курс. И я еще не могла почувствовать никаких таких щирых эмоций от людей. Но из тех, с которыми я спілкуался, они позитивно отреагировали на этот момент. Виталик. У меня все цикавище. Меня из всех заходов выгоняют. Привет, людская консерватория. Остап Иванец. В музической школе я проживаю два с половиной лет. Тоже выгнал. И я потом сразу по своему музическому училищу, по классу классической гитары. Да, мы одновременно учились. Я на ручек старший. По классам, по курсам. Меня чуть не выгоняли там, я сандировал за дисциплину. Бунтарь. Потом, ну, захопился какой-то электрогитарой. Такой приджазованою музыкой и так далее. По закінчению в университет Франка поступил. Меня там, как они называют, выгнали. Я называю это «Заправ документы». Мне интересно было. Сейчас в консерватории я учаюсь по классу без гитары джазовой. И, напевно, что тоже меня выгоняют. Но что мне? Здорово-то. Хоть мы его за Ландию. Хоть в Киев. А со сценической практикой? Ну, вы уже давно вместе играете? Нет. Два года меньше. Ну, это, для них, это очень много. Ну, если брать деталь, брать без обмежений. И все, много людей. Да. А, наверное, у Манкинбриск, напевно, больше. Больше. Но вы, при этом, играли там на улице Плювова. И не только. И не только. А где еще сценическая практика была, кроме уличных музыкалей? Ну, взагалі, вуличная музыка, это не есть сцена, я бы сказал. Это таки, это репетиционный процесс, швидше, чем все. Это спирная думка. Потому что для того, чтобы выйти на улицу и встать посреди дороги, и чувствовать себя комфортно, это нужно, ну, я не знаю, в первые разы было стрёмно. Ну, так. Нужно обладать некоторым ужасом. Да, и оно потом уже вкаталось, потому что ты, ты понимаешь, что ты приходишь на одно место завжди, в какие-то там певные дни, и ты уже просто бачишь людей, которые просто приходят тебя послушать. Приходят, запамятовывают. Да, и так. А взагалі... В нашей кепице, в нашей стандарте. Да, да. Ну, это насправді, это фантастично, когда на твои виступы на улицу приходят одни и те люди, чтобы тебя послушать. Ну, это много чего вартует. А взагалі, мы працювали в тысячу и миллионах закладов в Львове, в которых только можно працать. Легче сказать, насправді, в Львове, где мы не спевали. Потому что нужно было працювать, нужно было практиковаться. Марьян приснил папа, привет. Поговорим потом на эту тему. Вот. И... Практика фантастична, но хочется зараз, після проекта... Мы же все-таки камер-музикой занимались. Хочете зараз заняться своим материалом, который есть, и пускать его в рух. То есть X-Factor для вас оказался самым большим ценным показом? По факту, да. Досвідом в роботе, в такому формате, и взагалі в роботе на сцене, то це найбільше. Понятно. А по поводу того, что у вас происходило во время самого X-Factor, кто из ребят, кто остался сейчас? Может кто-то уже вылетел? С кем у вас сложились самые теплые? А вот важко сказати. Просто важко сказати. Все люди, которые мы... Да вообще, я не знаю, нас даже с самого начала, возможно, мы имели неприязнь до некоторых людей, но это не принятие с тем потоком позитивных эмоций и оражений, которые шли от всех остальных. Это фантастика просто. Я повторю на каждом интервью, и буду повторять сейчас, что это не одно из наибольших, что нам дало проект, это возможность с ними общаться. Потому что то, что мы чувствуем сентименты до этих людей, это одно дело, а то, что они чувствуют до нас, это фантастика. И я уверен, на большую количество процентов, что проект закончился сегодня для нас, через месяц он закончится для всех остальных. И это никак не конец нашему общению и нашей работе. Можливо, так все говорят, это банально звучит, но такие штуки не могут пропасти. Хорошие музыканты, особенно в нашей стране, будут пересекаться на этих линиях. Это гарант. Я тишусь от этого. Это речь, которая меня заспокоит. Чем вы занимаетесь в дне музыки? То есть уже учитесь? Ну, пытайтесь, по крайней мере. Это будет звучать очень банально, но мы ничего не занимаемся, кроме музыки. Я марки собираю. Самое важное, это мы? Да. Ну, все. Это не работа, это просто жизнь. Я шукаю еще девушку. О, до речи. Заявочка. Сейчас смс-ки идут сразу. Я думаю, да, сейчас мы начнут. Уже пишут, что вы лучшие. Вы лучшие, Виталий. Вы лучшие, Виталий. Окей. О чем вы читаете? В контексте музыки, что для вас будет самым-самым большим пиком вашей карьеры? Ну, кроме X-Factor, конечно. Хочется реализовать свою музыку? Мы надеемся, что вообще X-Factor это будет такая первая крупинка в поведении всего. Да, да. Дай Бог. Вот. Ну, хочется реализовать свою музыку. Ну, тут не имеет абстрактную довольную звучит. Не имеет конкретно, что я хочу там забрать Wambly, например. Не, это неправильно поставленное вопрос. Хочется реализовать свою музыку для слушателей. И хочется, чтобы коло этого слушателя было достаточно широким и достаточно интеллектуально дорозвинутым до того, чтобы воспринимать ту музыку, которую мы хотели давать. Один из самых животрепещущих вопросов наших подписчиков. Это когда будет известное название группы вашей? Сегодня тут и сейчас. Мы называемся The Oscar Wild. И название придумали прямо тут на X-Factory. И помех нам дядя Саша Ломи. Да он просто одобрый. Он одобрый. Он нам порадил выбрать сам этот. Да, у нас уже есть. Это уже утверждено, решено. И мы уже концерты два играли с этим. Просто как-то вы пришли к нам без названия. Да, его еще не было. Его еще конкретно затверджено. У нас не было никаких проектов в социальных мережах. Ничего в целом не было. А сейчас у нас есть всякие там инстаграмы, фейсбуки, твиттеры, шмиттеры и так далее. А тут ромарочку даже если любите, что Wild пишется не как испанник, а как декий. Чтобы знайшли найти нас. Как вы познайомились один с одним, как началась стильная творчая деятельность? Отвечает господин Друзья. Друзья. Как вы говорите, что хочет работать? Надо. Так началось. А мы уже в эфире не поскались. Про что? История нашей встречи. Мы же познайомились в очевидении. Паша позвонил мне. Грали-грали, позвонил. Сказал, что нужно подиграть. В ковербенде у нас был ковербенд. Он немного перераспался и нужно было басистов. А я знал, что Виталик в принципе мае басгитару. Мае басгитару, а что редкость у нас училище. В мене взагалі мали что-то редкость. И он не грав на басгитаре, до того, так уже стало, что на репетиции мы попали и все их чудово задовольнили. И вот так вот мы начали працювати. А уже чуть-чуть позднее мы уже так от ковер гурту трошечки так з боку створили оцей доец. Мы начали працювати, заниматься. Маск продумывали рік. Мы просто выступали как Виталій Сечак и Оскар Гольц в очень долгий час. И не могли мы никак выяснить. Весьмали один месяц назву Кипяток. Да, Кипяток. Что-то испанковое юность. Да, испанковое юность. Одним словом таки. Виталя, очень много вопросов к тебе приходит по поводу того, что все слышали, что ты бродил и поёв, но никто не слышал как. По крайней мере из наших стеклянцев. секундочку. To the purple rain. Вообще, ты сольно планируешь? Нее. Хочешь Макаревич? Чёртый гитар? Не, одну песню. Я буду спрятать в своём житті одну песню. Все. Макаревич. Ну, я думаю, что машини в ремене у нас в Украине никто против него не имеет, потому что Андрей Макаревич очень такой хороший дядька. Да. Ну, я ещё по его политическому вподобанию, если то можно сказать. Shanghai Blues одна песня, которую я умею спевать и всё. И буду. Как Павло сказав, доки буду мати физичную можливу. Вот отличный вопрос, между прочим, от Виктории Мельник. Назовите, пожалуйста, песню, про которую вы могли бы сказать, как я жаль, что это не я написал. Ну, это банально будет. Попередия не, 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 Purple Rain. Это для нас песня. Я весь час, которую я переспевал чужих песеней разных, и по переробинам, и так далее. И так далее. Но эта песня, пока что для меня вообще в плане музичном, как музичный цирк, в ближшую до души. И так далее. Подобаться мне может быть даже больше. Деяки другие песни могут вызвать больше эмоций, больше, больше, и так далее. Но для меня субъективно это песня. записка. Я понимаю. И вот от Виктории Жемельник вопрос еще ритарию. Какой гитарный лиф самый любимый? И кто из гиталистов вообще является сердцем? А где ты с ним ритчуко? Он не рифач. Ну, он не рифач. Он не риф, но он не риф. Ну, в зале есть такая побудовая думка, что король рифов Антония Айом, я с ней никогда не согласился. Ну, с Black Sabbath гитаристом. Ну, я не знаю. Наверное, в металике у меня улюбленный риф от Мастеров Паписа хроматизованный, очень удобный, классный. А среди гитаристов это уже важно. Ну, на самом деле стосовно того, что мы играли на проекте, на самом деле больше использовало такие приемы фингерстальные одночасные компоненты одночасные сольные вставки. В основном я электрогитарист и запилюю гитарные соляки. Надеюсь, что я нескоро запишу демо версии и выкину интернет, чтобы слушать гитарные импровизации, и вы будете иметь возможность. Понятно. Вот еще от Даши Семчук вопрос и утверждение. Привет из Беларуси. Ребята, собираюсь во Львов Ведромана до Йордана. Где-то вас можно будет услышать и на чей концерт вы бы пошли? Я с трудом, честно говоря, понимаю, что такое Ведромана до Йордана. Это очень очень локальный период святкувания. На самом деле я скажу, что в этой неделе мы будем в процессе активного общения с людьми в Львове. И прошу очень пишите, будем встречать. Про концерты я не могу прямо тут и сейчас проанонсировать что-то конкретное, но безусловно обязательно в Львове на этот месяц который сейчас наступает и ждет в Львове будет много выступать. все читайте в группе «Заоскровая» там анонсы и все-все-все на свете. Хорошо. У Берлии Кушпити есть вопрос прекрасный. Какая самая ситуация, что произошло с вами на проекте? Что не смешнее было? Я сомневаюсь, что это можно рассказать. Просто Друзья, все смешные на самом деле я не хочу образить Дарью с своей уверенностью, но на самом деле все комедии хорошие истории не могут быть озвучены просто из точки зрения эстетики какой-то в эфире, поэтому все в приват я обязательно рассказываю. вы когда сушили феном букет подаренковый из рыбы а я сушил таранки ну у вас был очень насыщенный пребывание в тренировочном отделе картина букет в папере там одна большая рыба таранки огромные стоять чувак на карточках бля розетки воно все облито не буду рассказать чин и феном сушить все все ну вот такая вот и такого было миллион а в тренировочном лагере смешное было понятно а что самое сложное в тренировочном лагере за эти 4 дни на эстонирование ну вообще за все время отсутность сну а мне было прощаться с людьми прощаться с ломой прощаться с фиолетом ну взагал я думал про какие-то мы не про прямые эфиры мы вообще говорим ну вот ну ну нам не так тяжело идти как людям которые остаются ну это понятно мы с Сергеем сейчас встретимся это все понятно у нас еще будет много встреч им тяжело просто это потребует много сил это проект чудовый все что мы делаем это прекрасно но это просто банально потребует много физических сил которые мы черпали один от одного и когда без обмежения и Пашка с Виталиком покидают пущу водицу то так 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 ну все остатний черпок на певну энергию у нас такий спильный просто далі людей меньше там там подел что все таки ну как на группе делается Даша Соколовская она с мамыми яндризиками там а мы с всеми бородатыми чувака мне выйдешь хорошо это сгадание так вот вот побывали уже ребята кому бы адресно сейчас чего-нибудь пожелали вот из тех кто побывал Руси я могу Руси побажать много чего чтобы она была мудра и не фатализировала никаких моментов в своем жизни потому что все что происходит с нами в жизни происходит в нашей голове и мы можем контролировать этот процесс так что Руси будь мудра вот прямо сейчас Галина Голубева каже вам не могу сейчас смотреть вы китом вам увидимся ура ты наш коханный выкладатель еще есть комментарии привет хлопцы мне очень импонует вы и ваша творчество я узнала что вы покидаете проект не могу вы вы мое вопрос так я смотрел первые два сезона ну безумно Виктор Романченко один из фаворитов мне очень понравилась тернепельчанка Ирина Борисюк и особенно мне понравилось выполнение что в вечер романцев появился там была песня а напоследок я скажу это хорошо что мне еще подобается с того слова ну там там была безнажная и особо вы что мы фанаты именно вот когда хорошо тогда хорошо что тут еще одно из вопросов прямо сейчас от Даши Шимкаренко привет Паша до тебя что надевает тебя на создание нового песня и до Виталия вопрос когда ты впервые взял гитару в руку Виталий а а а я продумал что Павла надихает ее я ну как-то так дорогие нет на самом деле натхнение приходит если оно таки справедливое и чистое оно приходит не звездки чтобы ты вот сидишь я хотел надихаться чем-то как говорят 2.00 да и свои поймут все нормально друзья на самом деле так оно все лезет из середины от души и от сердца Дашка а на самом деле есть еще один аспект когда ты знаешь что это нужно твоим слушателям и людям которые счастье относятся к тебе и твоей работы и твоей музыке в принципе ты не дыхаешься просто подсвідомо априори не ставишься за мету надихнуть и когда же ты за гитару пишешь друг в 13-е в 13-е мне 13-е надо я пас так ну все походите на концерт все будет классно но это только при условии если вы едете свиточку мы сделаем ваши мухи счастливыми все спасибо очень красиво это все и все и а и все все